Братья-месяцы Вот только когда начинают дуть по-настоящему теплые ветры, купол небосвода синеет и чуть приподымается над землей. Солнце слегка припекает, и в воздухе чувствуется пока очень робкий, но уже ощутимый запах весны. Даже случись в этот день плохая погода, огорчаться не стоит. На Тимофея весновее, как не злись метелица, а все равно весной повевает. Ведь март не декабрь, с ним морозу не ужиться, снегу не улежаться, весновей теплом привечает, скорую оттепель сулит. И до чего же приятно в тихий, солнечный день выйти на улицу да присесть, хоть на минуточку, на уже свободную от снега завалинку, наслаждаясь теплом и светом. Весеннее веет и старого греет, говорили когда-то, наблюдая за тем, как радуются старики при ходу весны, как верят тому, что доживешь до весновея, а там и зима не страшна. По Тимофею весну смотрели, каков Тимофей, такова и весна. Если вокруг дерева края тающего снега крутые, к холодной весне, пологие к долгой. Вода по улицам рано потекла, сей рано, если средняя, удается средний сев, а коли поздно, сев поздний. Весна рання, так рано и заосенит, осень наступит рано. Встретишь белого зайца, то обязательно еще снег выпадет. Согласно поверьям, весна, начавшаяся на Масленицу, на Тимофея окончательно вступала в свои права. Отсюда и название этого дня – весновей, весняк, весновки. Весна в народе считалась временем разгула нечистой силы, пробуждающейся после зимы. Поэтому весной особенно часто проводились обряды по изгнанию злых духов. Во-первых, крестьяне разжигали на возвышенностях и на полях ритуальные костры, которые в народном сознании связывались с губительным для нечисти солнечным светом. Верили, что там, где виден свет весеннего костра, летом град не побьет посевы. Разжигание костров сопровождалось разнообразными очистительными обрядами. Поселяне прыгали через огонь, очищаясь от грехов, бед и хворей. Прогоняли вокруг костра скотину, предохраняя ее тем самым от болезней. От ритуального костра поджигали факелы и обходили с ними поля, чтобы обезопасить свое хозяйство от происков враждебных человеку духов. Во-вторых, крестьяне весной стремились выбросить или уничтожить все старые или сломанные вещи, тем самым очищая дома и землю от накопившихся вредоносных сил, негативных энергий, а себя избавляя от бед и несчастьй. Хозяйки весной тщательно выметали избы и двор. Эта нехитрая домашняя работа также воспринималась как очень действенный очистительный обряд. Во-вторых, весной проводилось и много обрядов, связанных с так называемой магией первого дня. Первый выгон скотины на пастбище, первый день сева, первый день обработки земли под посевы и так далее. Кстати, в зимнее время на земле работать запрещалось, нельзя было копать, строить заборы и многое другое. Связан этот обычай был с верой в землю, как живое существо, которое зимой засыпает и чей покой тревожить нельзя. И как же все эти ритуалы и обряды схожи с ритуалами и обрядами наступающей комоедицы-масленицы, где кульминацией праздника является ритуальное сжигание чучела зимы, древний смысл которого – уничтожение старого, но необходимого для проявления нового, новой жизни, плодородия. По представлению древних славян, гибель зерна в почве необходима для возрождения его новой жизни в колосе и люди избавлялись от старых, отживших свое вещей, от болезней, делая правильные выводы и совершенных ошибок. И посредством такого очищения вступали в новый этап своей жизни со светлыми мыслями и надеждами. Теплого и плодородного ветра вам, славяне! Братья-месяцы 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 Братья-месяцы